Хорошо возникает вопрос, каков хукм истиаза, то есть каково постановление шариатское у истиаза. Истиаза, братья, может быть большим ширком, истиаза может быть маленьким ширком, истиаза может быть мубахом дозволенным. То есть мы сейчас о чем говорим, бараклуфикум, о том положении, когда человек прибегает кому-то, кому-то или к чему-то с намерением спастись от зла чего-то или же кого-то. И вот у нас бараклуфикум бывает три положения. Первый – это большой шерк. Когда? Чтобы понять, когда бывает большой широк, а когда бывает маленький, нам надо понять, что в истиаве, cuando ты прибегаешь к кому-то от зла чего-то, есть две составные. Первое – это дело сердца, второй – это внешний фактор. То есть дело сердца, когда ты сердцем прибегаешь кому-то, сердцем обращен к кому-то, сердцем уповаешь кого-то, сердцем надеешься на кого-то, что он спасет тебя от зла чего-то. Второе Бараклауфикум – это внешнее, то есть, когда ты, например, прячешься за кем-то, вот кто-то тебе хочет, но ты за кем-то спрятался. Это истиаза внешне. Или же ты языком говоришь, помогите, помогите. Это истиаза. Братья Бараклауфикум – это истиаза сердцем. Если ты делаешь истиаза, обращаешься за помощью сердцем кому-то, кроме Всевышнего Лоха от зла, то это большой широк. Второе Бараклауфикум, как говорят ученые, истиаза к мертвому. Если, допустим, человек мертвый, будь это истиаза сердцем, будь это истиаза явная, это является ширком волье Азубеля. Почему? Потому что мертвый ничем тебе помочь не может. Третий вид истиаза, то есть большой вид ширка, истиаза к отсутствующему. Четвертый вид большого ширка или разновидность большого ширка, когда человек истиаза делает кому-то из созданий в том, что мощен только один Всевышний Лох. Приходит к какому-то, например, шейху и говорит, «Астаиду бикминаннар, я прибегаю к Аллаху тобой от огня». Кто от огня может спасти? Только один Всевышний, Аллах Субана Та. Второй вид Бараклауфикум истиазы, это май, когда истиаза бывает маленьким ширком. Маленьким ширком истиаза, Бараклауфикум, будет, если человек приравнивает кого-то к Аллаху Субана Та. Говорит, аузу билляхи вабик, прибегая к Аллаху и к тебе. То есть, маленький ширк, в чем именно? В словесном приравнивании. Нельзя так говорить, прибегая к Аллаху и к тебе. А можно сказать, прибегая к Аллаху, затем к тебе. Ну, при тех условиях, которые мы упомянем дальше. Другой вид истиазы, в который может попасть человек незаметно, это когда во время истиазы, человек вроде бы прибегает к Всевышнему Аллаху, но у него есть некий вид связи сердца с кем-то из создания Всевышнего Аллаха Субана Та. Связь сердца с кем-то из создания Всевышнего Аллаха Субана Та, когда он на него уповает. А мы говорили, еще будем говорить, упование это что такое? Упование это две составные. Это взять причину, первое взять причину, обязательно взять. И потом забыть о причине, как будто бы ты ее не брал, и ждать результат от Аллаха. Если ты же взял причину, что является узаконным, а потом не забыл о причине, то есть уповаясь, ждешь результат Всевышнего Аллаха, но все равно есть у тебя некий связь, но вот эта причина должна помочь, эта причина должна помочь. Вот это маленький ширку, али-язу, блян-на-салла, аля-па-ляхи. Даже если ждешь результата от Всевышнего Господа, точно так же истиана. Вроде бы ты прибегаешь Всевышнему Аллаху сердцем, чтобы он тебя защитил от зла чего-то, но при этом думаешь, а вот этот результат я взял, а вот этот результат, вот это у али-язу, блян-на-салла, маленький широк. Поэтому человек много должен говорить. Аллаха, прошу тебя, простите меня, прошу тебя, оберечь меня, чтобы я не делал широк осознанно, и прошу тебя простить меня, если я сделал его неосознанно. И третья бараку, фикму, дозволенный вид истиаза, как говорят ученые, это то, в чем есть четыре условия. Первое, чтобы истиаза была явной, то есть языком или органом, как мы сказали, языком, помогите, второй не изупряешься за кем-то. Второй бараку, фикму, чтобы тот, кому ты говорил, помогите за кем-то прятался, он был живым, не был мертвым. Третье условие, чтобы он был присутствующим, то есть не был отсутствующим. То есть присутствующим или же имел шуком, положение присутствующим. То есть если я звоню какому-то человеку, он находится на другом континенте, и он бараку, фикму, то есть я прошу у него языком, говорю, помоги мне в этом вопросе. И он является бараку, фикму, живым. И он как присутствующий. То есть когда я по телефону обращаюсь, он как присутствующий. И четвертое условие, чтобы он был из тех, кто может помочь мне в этом вопросе. Из тех, кто может помочь бараку, фикму, в этом вопросе. Продолжение следует...